МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Проблема отцов и детей всегда стояла и будет стоять остро. Разные взгляды на мир, разные стремления и идеалы. Наверное, многие сейчас вспомнили известный роман Тургенева. Но гораздо раньше и до него, и после людей волновал этот вопрос. По разные стороны баррикад. Зачастую именно так строятся отношения отцов и детей. Не слушая предостережений и советов взрослых, дети чаще всего демонстрируют свою независимость и самостоятельность, становясь трудными подростками. Они вызывающе одеваются, грубе отслушивают неформатную музыку и требуют у родителей денег на развлечения. Проявляют агрессию, убегая из дома, приобщаются к наркотикам и алкоголю. Почему так происходит? Ученые выделяют несколько причин, и о них мы сегодня поговорим подробнее. Наверное, каждый из нас, и взрослый, и ребенок, сталкивался в какой-то степени с такими проблемами, как невозможность самоутвердиться, стремление как-то больше себя показать в жизни. Но боюсь, что это лишь часть айсберга, которая скрыта от глаз. Виноват ли в этом сам ребенок, что он стал трудным? Как найти с ним общий язык и не стать чужими людьми? Тема нашей сегодняшней передачи «Трудные подростки. Пути выхода из копяковых ситуаций». Зачастую истинные причины и последствия проблемы кроются за семью печатями. Вопрос без преувеличения сложный. Разобраться в нем нам помогут наши эксперты. Психолог, кандидат психологических наук, преподаватель ТВГУ Ольга Владимировна Сучкова. И Мария Моисеевна Кольцова, заместитель начальника участковых уполномоченных и подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Тверской области. И первый вопрос у нас представителю МВД. Есть ли в Твери проблемы трудных подростков и сколько их стоит на учете? Какова динамика этой проблемы? Уменьшается или увеличивается число юных правонарушителей? Конечно, такая проблема существует. В настоящее время по учетам подразделений по делам несовершеннолетних ОМВД России по Тверской области прошло более 4 тысяч правонарушителей несовершеннолетних. Я могу сказать, что цифра эта за последние годы снижается, но в первую очередь это связано только с демографической ситуацией, которую мы наблюдаем. Ведь сегодняшние подростки – это ребята, рожденные в конце 90-х годов, а вы помните то лихое время, когда демографическая ситуация как раз пошла на спад. Вот на сегодняшний день по состоянию именно в городе Твери состоит более 700 подростков, тем или иным образом приступивших закон. Принято считать, что трудные подростки – это дети из асоциальных неблагополучных семей. А есть ли среди ваших подопечных дети из благополучных так называемых семей? Существует ли среди них такая проблема? Я так сказал, что мнение-то ошибочно. Почему? Потому что, особенно в последние 10 лет, мы наблюдаем тенденцию, когда в поле зрения сотрудников полиции попадают как раз дети из семей с внешним благополучием. Почему я называю это благополучием внешним? В общем-то, семьи с достаточно стабильным и неплохим достатком. Семьи, где, может быть, даже полные семьи, где родители заняты материальным обеспечением семьи, и делают вывод о том, что все возможное от них они уже сделали. Мое личное мнение, что не всегда малообеспеченная семья, не всегда та семья, где, скажем так, мама одна воспитывает ребенка, или ребенок воспитывается опекунами, является неблагополучной. Абсолютно нет. Это неверное решение. Можно ли их назвать просто избалованными? Они получают родительское внимание, заботу, но... Вот как раз родительского внимания и заботы они не получают. Они получают материальные блага, они получают современные какие-то телефоны, айпады, планшеты, неплохую фирменную одежду, но внимания и заботы от родителей они как раз и не видят. Вот в этом, я считаю, основная проблема. Спасибо. Ну, в общем-то, наверное, подростки сами по себе трудная категория людей. Разобраться с этим вопросом нам поможет наш психолог. Ольга, скажите, трудный подросток, трудный характер подростка, это какая-то врожденная данность или то, что можно скорректировать? Ну, прежде всего, действительно важен вопрос, кто такой трудный подросток. Мы говорим о девиантном поведении, то есть отклоняющемся поведении, преступном поведении, либо мы говорим просто про трудный возрастной период и трудный период для родителей, которые проживают его вместе с подростком. Если это просто как кризис, если это родителям с ним трудно, это одно. Здесь от родителей требуется признать, что это уже не ребёнок, он переходит в другой возрастной период. Но ещё и не взрослый. Разумеется. Нужно ему помочь прожить этот период и принять это как данность. При этом проявляя любовь, проявляя понимание, общаясь, предоставляя больше свободы и предоставляя больше обязанностей в то же время. То есть задача родителей в целом помочь социализироваться, помочь усвоить социальный опыт, это одно. То есть это некий кризис, который следует прожить. Если же речь идёт о девиантном поведении, о преступном поведении, это другое. Ну, прежде всего хочется спросить, о результате чего сформировалось такое правосознание, что подросток считает, что можно хулиганить, можно приступать к закону. Ведь дети, прежде чем стать подростками, они были детьми. А дети воспитывались родителями. Конечно. В любом случае, кем-то из взрослых. Да. Соответственно, ответственность несут здесь родители. Семья – это система. Поэтому проблема у детей – это проблема родителей. Дети очень часто любят что-то придумывать, лукавить, попросту врать. Вот где родителям стоит напрячься, заметить, что с их ребёнком что-то не так? Первые симптомы, что ребёнок стоит на пути к асоциальному поведению, даже девиантным, как вы сказали. Нужно быть внимательным, смотреть широко открытым глазами. Поделять внимание своему ребёнку. Да, зумеется. Без слепой любви. Без слепой. Вот, здесь важен диалог со своим ребёнком. И в каком плане лукавить? Ну, выдавать желаемое за действительное, придумывать себе каких-то воображаемых друзей. Может быть, он замкнут, ему не с кем общаться, и он пытается своим неадекватным поведением вызвать вот это внимание. Социальное, общественное и внимание родителей также. Таким вот деструктивным способом привлечь к себе внимание. Да. Ребёнок нуждается во внимании родителей, нуждается в общении. И очень важно, как было простроено общение с ребёнком на более ранних периодах его развития. Если есть доверительное общение, если родитель – это заботящийся родитель, а не только контролирующий, то здесь больше вероятность, что можно какие-то проблемы решить совместно. А если продолжить говорить о родительском внимании, есть такой момент, может быть, родители в силу недостатка какой-то чуткости считают достаточным проявление своей любви, заботы, внимания, но ребёнок этого не чувствует. Как убедить его в том, что он нужен своим родителям? Ну, опять же, смотреть широко открытыми глазами, ориентироваться на то, что чувствует ребёнок, быть к нему внимательным, а не только считать, что вот я прав и всё. Понимать, что ребёнок – это тоже человек, тоже субъект. Не пассивный объект заботы, а тоже человек, который взрослеет. А потом это не разовая акция – любовь. Конечно. Это очень тяжёлый труд, который требует значительных усилий. Да, я согласна. Воспитать ребёнка – это самое, что ни на есть, искусство. Можно сказать, что здесь нужна своего рода гармония. Если на одном полисе у нас будет гипоопека, то есть очень мало внимания уделяется ребёнку. Вот о чём речь. Ему покупают дорогие вещи, ну и достаточно. Вот мы тебя свозили в Бразилию, ну и хорошо. А другое дело – это гипоопека. Когда полностью погружаются, контролируют каждый шаг. Зачем? Важно тоже не перебарщивать, конечно. То есть нужна вот эта гармония. И понимать, что ребёнок – это человек. Итак, у нас в студии те самые трудные подростки. Алексей и Мария. Мы рады видеть вас в нашей студии сегодня. Вопрос к Алексею. Лёш, вот расскажите, как так получилось, что вы встали на учёт в комиссии по делам несовершеннолетних? Ну, употреблял легальную смесь, не учился. Ну, в компанию плохую попал. Ну, то есть это всё влияние плохой компании, улицы? Я сейчас из этой компании ушёл. С дедом живу. Больше никаких проблем. Вот когда вы оказались в этой компании, вы думали, зачем туда идёте? Или это как-то спонтанно вышло? Спонтанно, ну, погулять, выпить, можно так сказать. А так, просто так пошёл. Ну, а вот служба МВД, когда попали вот в поле их зрения, как они на вас воздействовали? Какие методы? Ну, как бы я не первый раз попадался. Не один раз? Не боялся, да. Как бы не боялся уже. Как вот на вас воздействовала служба МВД, как помогла найти правильную дорогу? Что за жизненные обстоятельства вас столкнули? Объясняли очень много, что нельзя такого было делать. Я сначала не верил никому, ничему. Но потом просто с общежития ушёл, с общежития ушёл. У деда проживаю, и всё изменилось. Ну, то есть это доверительный разговор под ушами? Ну, всё, что хотелось, да, там. Всё получилось, короче. Доверительные отношения с инспекцией по делам несовершеннолетних. Алексей просто немножко стесняется. Лёш, ну, наверное, ты всех инспекторов Заволжской инспекции, наверное, знаешь уже поимённо. Да. Поимённо, и сотрудники очень переживали о его судьбе. И, Лёш, наверное, встречи ваши были зачастую внеурочно, да? Да. Часто вечернее время, когда фактически вот, ну, девушки наши спасли Алексея, чтобы, не дай бог, он опять не попал в плохую компанию, не дай бог, чтобы не совершил очередное правонарушение. Ну, вот расскажите, а как строился диалог, как вы находили с ним контакт? Это же не так просто для человека. Ну, конечно, это тяжело. Во-первых, представляете, встречаются два посторонних человека, которые первый раз видят друг друга. Это не родственники, не родители. Надо заслужить определённую авторитету подростка. Наверное, не только словами, но и своими делами. И работа-то вот эта профилактическая называется индивидуально. Индивидуально, потому что инспектор работает с подростком вот фактически один на один. Не знаю, настойчивость инспекторов и, слава богу, Лёшина сознательно сделали своё доброе дело. В общем-то, мне очень лестно, что Алексей сделал определённые выводы, сделал те шаги, которые, кроме него, ни один сотрудник полиции, сотрудник заинтересованных служб и ведомств не мог бы сделать. То есть, Алексею можно создать условия, предположим, для его проживания, для его обучения, трудоустройства. Но если бы Алексей сам не захотел, скажем так, учиться, продолжить, не захотел уйти из этой компании, у нас бы ничего не получилось. Как для тебя было внутренне сложно найти общий язык с людьми в форме? Там, там с ними общий язык никак можно не найти. Там наркоманы, алкаши и всё, и так далее. Но у тебя же получилось. Ну, потому что я жил там. Мне никак от этого не уйти было. То есть ты в другую среду попал, и уже началась работа? Ну да, да, да. Конечно. Лёша, сейчас, когда уже всё позади, вот этот трудный и неприятный момент, свою прошлую жизнь ты как можешь оценить? То есть кто-то... Ты сам виноват в том, что было так? Или кто-то ещё? Да, нет, я сам виноват, потому что только меня, ну, я сам же научился этому всему, что я употреблял. Алексей, ну я всё-таки считаю, что ещё обстоятельства сыграли определённую роль. Ну и друзья тоже. Согласись. Это твоё окружение, которое... Окружение друзей. Не было того человека, который мог бы тебе сказать, что... Лёша, становись, подумай. Вот за все свои проступки, которые ты совершаешь в жизни, когда-нибудь потом придётся отвечать. И, в общем-то, ты молодец, что ты и выслушал инспектора, ты молодец, что как-то воспринял это для себя. Теперь давайте узнаем, с какими проблемами пришлось столкнуться Марии. Расскажите нам вашу историю. Я познакомилась с молодым человеком, влюбилась в него, вот. И как бы мои родители запрещали мне с ним общаться. Вот. Но я их не слушала, поэтому ушла из дома и жила вместе с ним. Что они говорили? Как пытались вернуть тебя, объяснить тебе, что это нехорошо? Ну, они писали заявление в милицию о моей пропаже. Вот. Как бы сотрудники полиции искали меня. То есть даже надолго, настолько, да, пропадало? Да нет. Ну, где-то месяца, может, на два. Вот так. Как вы думаете, каким бы вот человеком бы стали, если бы не произошла эта встреча с полицией, чтобы продолжалась дальше? Ну, во-первых, у меня бы не было никакого образования. Плохой круг лиц, вот, друзей, с которыми я раньше общалась. А сейчас, когда, опять же, ситуация осталась позади, слова родителей, которые они тогда говорили, как они пытались вернуть семью своего ребенка, по-другому оцениваете? Да, конечно. Ну, здесь можно добавить, что тот Ромео, о котором здесь говорили, был несколько старше, Маша, да? Да, на два года. Ну, это довольно типичная тоже ситуация. Старше и, фактически, ну, я считаю, ну, я считаю, скажем так, примером своим негативным вовлек Марию в совершение преступлений. Единственное, что, Маша, тебе повезло, я считаю, это все-таки, что твои родители не опускали руки. Не опускали руки и оказывали, ну, в общем-то, бесценную помощь сотрудникам. Вот. В первую очередь, они своевременно сообщали о Машине пропаже. Всегда оказывали содействие в организации профработы. То есть, вот, несколько иная ситуация, чем у Алексея, но, тем не менее, опять же, появился кто-то, кто вовлек... Повел за собой. Повел за собой. И я всегда, знаете, родителям говорю, вы когда с ребенком своим общаетесь, узнавайте его друзей, кто вот способен оказать на него то или иное влияние. В данном случае на Машу оказал влияние взрослый человек. А по прошествии времени, Маша, вот если так вспомнить, наверное, да, ты вот сейчас, наверное, ну, я не знаю, ну, не с ужасом, но думаешь, ну, а что такого-то было, что такого он тебе мог пообещать или там дать в будущем. Да, наверное, уже ты немножко по-другому оцениваешь свои прошлые поступки, деяния. Ну, все хорошо, что хорошо кончается. У меня вопрос к вам двоим, Алексея и Мария. Какой совет вы могли бы дать вашим сверстникам, которые, может быть, сейчас находятся в такой же ситуации, или раздумывают, находятся в ней или нет? Какую-то вашу жизненную позицию, что бы вы могли им рассказать? Ну, прислушиваться к своим родителям, слушать их советы. Слушать маму и папу? Да. Леша? Ну, и друзей хороших поискать. Ну, даже не искать, а, не знаю, вообще не лучше смотреть на друзей. Это друзья плохие попадаются. Спасибо. Спасибо вам за откровенный разговор. Давайте поаплодируем нашим гостям. Мы продолжаем нашу программу «Трудные подростки» и ищем пути выхода из тупика. Сейчас мы увидели две разных истории и поняли, что на учет к инспекторам по делам совершеннолетних люди попадают не зря. И не просто так. И теперь у нас несколько вопросов к психологу. Расскажите, пожалуйста, в чем кроется причина девиантного поведения подростков? В чем его корень? В чем кроется причина? Ну, как я уже говорила, все-таки подростки – это бывшие дети. И здесь большое влияние оказывает семья. Но в целом можно выделить две большие группы факторов, которые влияют на их поведение. Это личностные факторы и факторы среды. Среда – это в первую очередь семья, потом, конечно, сверстники, СМИ. Что транслируется по телевидению, что транслируется в фильмах, по радио. Это что же все оказывает влияние? Какие ценности и нормы? Насколько они социальные или антисоциальные? Ведь у подростков еще критичность мышления недостаточно сформирована. И многое они могут принять за норму. Да, вот там, допустим, напиваться в выходные – это нормальный образ жизни, как вариант. Или еще что-то. Да, вот, или даже все выходные. Но мы-то понимаем, что нет вообще-то. Ну, или что-то другое. А вот пойти какую-нибудь витрину разбить – это, наверное, круто. Ну, и что же здесь крутого? То есть и родителям нужно помочь им критично оценивать информацию, ну, и как-то все-таки фильтровать информацию, которая существует вокруг. Ну, грубо говоря, разделить, что такое хорошо и что такое плохо. Как-то есть, наверное, такая тенденция, что такие разговоры ведут чаще всего совсем маленькими детьми. А потом уже, когда они более взрослыми становятся, почему-то не считают нужным. Кроме того, нужно смотреть, а что же вызвало такое поведение. Есть какие-то общие тенденции, есть индивидуальные случаи. Мы видим причину. Вот совершают некие деяния, отклоняющиеся поведение, пьёт алкоголь, там где-то хулиганит. А почему? Возможно, это какой-то протест. Возможно, это какой-то бунт против родителей. Может быть, тут был такой гиперконтроль, ты делай то, ты не крась волосы в такой цвет. Нужно смотреть, причиняет ли ребёнок вред себе, уже подросток, и окружающим. Или нет. Или это просто вот такое эксцентричное поведение. То есть на некоторые нюансы можно сильно не обращать внимания, если ребёнок не портит жизнь себе и окружающим. Очень тонкая грань всё равно получается. Ну, действительно. Вот многие дети по той или иной причине убегают из дома. То есть это может быть алкоголизм родителей, всяческие разборки внутри дома. Иногда причин вообще может не быть. Бытовуха так называемая, да. Может быть, кто-то вообще это делает в поисках приключений, как говорится. Как вот в таких случаях быть, может быть, увидеть первые признаки того, что ребёнок собирается отчалить? Если в семье доверительное отношение, если родители не против выслушать ребёнка, в чём проблема, то вот это вот может быть формой ухода из ситуации сложной для подростка. Вот. Опять же, тем протестом или бунтом, тем способом обратить на себя внимание. Ах, вы вот меня не слышите или вот вы не делаете, как я хочу, так я уйду. Вот. Смотреть, что здесь. Мария, вот расскажите, а что вас, например, побудило уйти из дома? Ну, кроме... Что было не так? И неодобряемые родителями. Ведь любить можно просто не уходить. Ну, только то, что мои родители мне запрещали общаться с моим бывшим молодым человеком. Только это явилось причиной. Возможно, здесь имеет место какой-то такой юношеский максимализм. Ах, вы так, и я вот так вот. А когда вы уходили из дома, не думали о том, что дальше будет? Где жить? Как будут родители? Как будете вы без них? Думала. И что? Ну, я всё равно стояла на своём. И действительно, подростка важно сориентировать, что вот здесь, в подростковом возрасте, жизнь не заканчивается. Что жизненный путь длинный. Дальше будет юношеский возраст, дальше будет молодость, зрелость и так далее. Что вообще-то потом нужно будет получать образование, нужно будет получать работу. А если там будет судимость, то это вот как-то плохо повлияет. Ну и вообще, при любом приёме на работу задают вопрос. А к чём вы стремитесь? А что там в прошлом было? Проверки проводят. То есть вот надо вести с ребёнком разговор и относить на будущее. Я могу сказать, что причины самовольных уходов, которые мы постоянно анализируем, для нас каждый случай является вопиющим. Проводится определённый проверок, проверки, разыскные мероприятия. Есть категория детей, которые совершил проступок и боятся какого-то наказания, боятся реакции родителей, как следствие самовольного ухода из дома. Это разовые такие акции, разовые инциденты. И родители для ребёнка это является таким вопиющим каким-то фактом. Но давайте не забывать и про, скажем так, синдром бегунка, которому подвержены абсолютно разные категории детей, как проживающие в асоциальных семьях, так и проживающие в относительно благополучных семьях. Я знаю, что они даже иногда не просто сами уходят из дома, но ещё и своих младших братьев и сестёр уводят тоже. Ну это редкий, конечно, случай. Все данные несовершеннолетние, они, в общем-то, у нас все по списку нам известны, потому что неоднократно уже совершали такие самовольные уходы. Что ими движет? Приключения, скажем так, возможность общения с друзьями, скажем так, новые какие-то направления жизни, их жизнедеятельности. Вот порой даже объяснить толком потом дети не могут. Вот что ими так вот двигало, чтобы бросить уютный дом, уютную квартиру, уйти из благополучия, предположим, в подвал, на чердак, в холодное неустроенное жилище. А может быть, психолог поможет нам? Да, здесь, конечно, неоплодимая консультация психолога, даже не консультация, а длительная работа. И вот нам очень, конечно, помогают те психологические центры, которыми располагают наши... Действительно вопрос, а какие же потребности подросток удовлетворяет, уходя из дома? Если это приключение, здесь корректировать легко. Ну компенсируйте другими способами. Идите в поход или ещё что-нибудь в этом духе. Но чтобы всё-таки подстраховать, чтобы это было безопасно. Ну мало ли что там в подвале или на чердаке, он же находится вне внимания. Если это какая-то попытка сбежать от гиперконтроля, то здесь вопрос к родителям, а насколько они предоставляли ему свободу. Ведь должна быть определённая степень свободы для своих действий. Ведь растут обязанности, становится взрослее ребёнок, соответственно, и круг прав должен расширяться. Мария Моисеевна, вот вы говорили, что подростки уходят в неустроенный быт, в неизвестность, в никуда. А если уже ребёнок там находится из-за неработающих родителей, которые не могут обеспечить ему питание, учёбу, ещё что-то... Нет, ну конечно... Как вырвать ребёнка из вот этого асоциального быта? Конечно, когда причиной самовольного ухода из семьи является непосредственно семейное благополучие, здесь, может быть, даже в чём-то проще работать, потому что известна, скажем так, причина, из-за которой ребёнок совершил этот уход. Здесь, конечно, мы работаем с семьёй, и, возможно, помещаем ребёнка в органы социальной защиты населения, так называемые социально-реабилитационные центры, где подросток получает необходимую заботу, ласку и внимание с стороны сотрудников социальной защиты. И уже смотрим по ситуации. Если есть возможность исправить вот эту конфликтную ситуацию в семье, если есть возможность переубедить родителей заняться должным образом сдержанием воспитания детей, то, как называемое оздоровление обстановки в семье произошло, ребёнок возвращается в семью. Если мы увидим, что ситуация патова, что она не подлежит какому-то решению положительному, тогда принимается решение о лишении родителей родительских прав, ограничения их в родительских правах, и ребёнок помещается уже в органы учреждения системы профилактики для дальнейшего проживания и обучения. Скажите, а что нужно знать подросткам и их родителям, чтобы не попасть к вам на учёт? Ведь в дальнейшем это препятствует устройству на работу, в обучении. Что им нужно знать? Я думаю, здесь главное не то, чтобы не попасть на учёт, чтобы вообще не быть в такой ситуации. Вы знаете, я вот говорила ранее про индивидуальную профилактику, а мы ещё занимаемся общей профилактикой. Общая профилактика подразумевает собой работу, в том числе и в образовательных учреждениях, где мы достаточно подробно, начиная с начальной школы, разъясняем детям согласно их возрастной динамике нормы действующего законодательства. Причём, конечно, стараемся делать это не сухим языком цифр, читкой уголовного кодекса, а где-то в игровой, а где-то в ролевой форме, показать, что можно, а что нельзя. Такую же работу мы проводим, в том числе и в родительских аудиториях. Почему? Потому что, во-первых, разъяснить родителям, на что порой нужно обратить внимание, а самое главное также родителям объяснить, что до 16 лет у нас подросток не является субъектом административного правонарушения, что за недолжное содержание воспитания своих детей они также несут ответственность, как административную, так и уголовную. Поэтому такие формы метода работы мы тоже активно очень используем. Опять же, если продолжить говорить о родителях и детях, об их отношениях, есть такое мнение, если не можешь изменить саму ситуацию, измени своё отношение к ней. Хочется спросить. Сейчас много говорится о правах ребёнка, очень активно. Многие родители, когда не в силах повлиять как-то иначе, на ситуацию начинают применять силу. Как здесь быть в этой ситуации? Влияет ли это, опять же, на изменение психологии ребёнка, на его отторжение дома и семьи? Влияет. Негативно. Для ребёнка это может быть психотравмой. То, что в отношении его любящие люди применяют насилие. То есть физическое воздействие, по вашему мнению, неприемлемо? Ну, это не столько моё мнение, сколько современных психологов. Ну, а я бы всё-таки разграничила, наверное, понятие насилия, скажем так, применение силы к ребёнку. То есть разграничила понятие истязания. Почему? Потому что, ну, как расценить, предположим, подзатыльник, данный ребёнку родителям? Подзатыльнику тоже рознь. Да, подзатыльник подзатыльнику рознь. И, скажем так, истязание ребёнку, когда ребёнок подвергается действительно серьёзному физическому насилию. То есть здесь, конечно, не может быть вообще никакой золотой середины. Я детям говорю, вы субъекты, вас руками трогать нельзя. Просто нельзя. До крайностей тоже доходит, да? До крайностей тоже. Если происходит такая ситуация, ребёнок чувствует, что его неправомерно истязают. Куда ему обращаться, куда ему идти, что делать, если нет поддержки взрослых? Вы знаете, мы ребятам, начиная с 1 сентября, да и работая в летних и здравительных лагерях, разъясняем, что в любом случае они вправе обратиться, скажем так, к преподавателям, вправе обратиться к инспектору по делам летних. Но не каждый ребёнок сможет это сделать, не каждый ребёнок, ну, дитём может просто постесняться, рассказать, что у него происходит в семье. У нас на территории Тверской области действует единый телефон доверия. Я считаю, что данный телефон должен быть в мобильном телефоне каждого ребёнка. 8 800 2 122. Качественные психологи, которые, оценивая ситуацию, которая произошла с ребёнком, могут посоветовать обратиться в тот или иной орган, то есть уже направят его. Обращение может быть просто анонимным. То есть если ребёнок не захочет называть свои фамилии, имя, отчество, рассказать, где он живёт, вправе обратиться анонимно. Но информация о семейном неблагополучии, о насилии над детьми к нам поступает из детских садов, от учителей образовательных учреждений. Как правило, на ранней стадии это детские садики, когда воспитатель видит, что у ребёнка на теле синяки, ссадинная. Бывают очень страшные телесные повреждения, серьёзные. В данном случае, конечно, здесь уже только уголовная ответственность. Ну, наверное, тоже очень сложный момент для ребёнка, когда уже он от какого-то взрослого почувствовал опасность довериться другому человеку и попросить у него помощи. Ольга Владимировна, вот вернёмся к той ситуации, если сам ребёнок ведёт себя плохо и вызывающе. Может быть, существуют какие-то методы коррекции его поведения, профессиональные с вашей точки зрения? Вопрос, а почему он так себя ведёт? То есть работать важно не со следствием, а с причиной. И как я уже говорила, семья – это система, поэтому причина в родителе. Понимаете, сейчас родители нас могут послушать и сказать, мы являемся причиной всего. Но я хочу сказать, что мало ребёнку дать материальное благополучие. Ведь если каждый из родителей, придя домой, просто посчитает, вот по минуту, на секундомер пускай возьмёт, сколько времени он тратит на общение с ребёнком. А детей может быть не один, два и более, семьи разные. Вот удивяться, что более 10 минут для них это уже много. Я не говорю о том, что почитать сказку, посмотреть вместе кинофильм какой-то, элементарно спросить, как у тебя дела в школе, какие проблемы у тебя сейчас есть, с кем ты общаешься, нет ли конфликтов среди друзей. То есть на это уйдёт уже минимум 15-20 минут. Поначалу ребёнок, который не привык к этому, он будет замкнутый, отвечать однообразно, да, нет. Как на допросе, да? Конечно, но когда он почувствует, что он интересен как собеседник, что родители искренне интересуют его прожитый день сегодня. Они просто контролируют его шаги. Да, да, элементарное любопытство, а что вот у тебя с подругой, а что у тебя с другом. То есть вы увидите, что ребёнок сам начнёт вам рассказывать захлёб о тех проблемах, которые у него сейчас существуют. Может быть, проблемах в общении с образовательным учреждением. То есть об этом надо всегда говорить и помнить. Как бы вы не устали после работы, как бы поздно вы не пришли домой, пожалуйста, вы не забывайте про это. То есть элементарная забота и внимание к своему ребёнку закладывают тот самый фундамент человеческих отношений между детьми и родителями. Действительно, отношения и общения нельзя недооценивать. Как бы ни был важен материальный успех, другие аспекты успеха, отношения очень важны. Это же семья, это вот близкие люди. И вот так вот если подумать, а что важнее, просмотр фильма какого-нибудь или общение с живым ребёнком? Ну что же, наша программа близится к завершению. После всего того, что нам рассказали герои и эксперты, теперь хотелось бы обратиться к студии. Что вы думаете? Коснулась ли вас проблема трудных подростков? Или просто своё отношение к ней высказать кто-то пожелает? Можно вопрос Алексея? Ты прекрасно знал, что ты делаешь плохие вещи. Но почему ты эти вещи совершал? Привычка. От привычки не отстать, если по своему мнению. Друзья, если друзья не поменяешь, от этого уже не отстать. Но у тебя собственное мнение. Ну, собственно. А вместе с окружающим ты находишься. То есть он тебя давил чужое мнение? Ну, так. А у меня вопрос к девушке. Вот, неужели твои родители не понимали, ну, допустим, ты говоришь, что ты любила. Твои родители не могли понять, что ты любишь, и что они не принимали твой выбор? Нет, понимали. Просто из-за него я стала прогуливать учебу, сменила уже две школы. Вот. И как бы, соответственно, они мне запрещали с ним общаться. Ну, я считаю, что каждый подросток, причём реально каждый подросток сталкивался с такими проблемами. И просто каждый по-своему из неё выходил. То есть, ну, у каждого есть безумная любовь, которая кому-то мешает учиться. Спасибо. Спасибо. Итак, сегодня мы вскрыли печать с трудных подростков и убедились, что тупиковых ситуаций не существует. Реальные герои нашей передачи доказали нам, что можно встать на правильный путь, даже если ты свернул не туда. В конце передачи мне хочется дать заключительное слово нашим экспертам. Ну, обращаясь к подросткам, я хочу сказать, как я уже говорила сегодня в передаче, что, в общем-то, совершая те или иные поступки, нужно реально оценивать их. И понимать, что в жизни ничего-ничего просто так не бывает. То есть, за каждое деяние придёт расплата. Если не сию секунду, если там не через два дня, то когда-то потом. К сожалению, общаясь уже с выросшими ребятами, которые порой настолько жалеют о том, что они когда-то совершили, мы понимаем, что есть упущение серьёзное в семье. Определённого рецепта или универсального средства, естественно, не существует. Но, тем не менее, личный пример, забота, внимание родителей сделают своё доброе дело. И, пожалуйста, не забывайте, что ваш ребёнок действительно – это личность, это человек, которым, помимо того, что нужно заботиться, обеспечивать его материальное существование, нужно просто любить. Просто за то, что вот он есть, вот он такой. Принимать его таким, каким он есть, и личным примером показывать альтернативу иного поведения. Ольга, я уверена, что у вас тоже есть что добавить к этим рекомендациям родителям. Важный фактор – это семья и любовь к семье. Как бы очевидно это ни звучало. Очень много потом проблем у взрослых оказывается из-за того, что их недолюбили в детстве. При этом важно действительно безусловное любовь и принятие. Не за какие-то достижения, а просто за то, что это ваш ребёнок, за то, что он есть. Ну а для того, чтобы поведение не стало преступным, не стало девиантным, нужно показать, где грань, где будет правонарушение, чтобы формировать адекватное правосознание. И прислушиваться к ребёнку. Спасибо. Сегодня мы услышали разные мнения по проблеме трудных подростков, но некоторые ребята утверждают, что такой проблемы нет. А дел по делам несовершеннолетних с этим не согласен. Я тоже не согласна, проблема безусловно есть. Но, как мы выяснили все вместе, виноват в ней не сам ребёнок, виноваты взрослые, родители, среда, в которую он вырос и был воспитан. Как помочь взрослеющим детям адаптироваться в этом разноликом мире? Как помочь им выбрать правильную дорогу? Руку помощи нам протянут наши родители. Взрослые, будьте внимательны к своим детям, слушайтесь в них, вглядывайтесь. Настанет тот момент, когда им нужна будет ваша поддержка, и именно вы должны заметить его. Вспоминается цитата из романа «Над пропастью воржи», знаменитого гуманистического. Настанет день, когда ребёнок будет выбирать путь. И мне хочется добавить от себя, на этом пути детей должны сопровождать родители, взрослые, которые подскажут, что правильно, а что нет. И хочется пожелать молодым людям, идущим во взрослую жизнь, идите вперёд и ничего не бойтесь. Вы смотрели программу «За семью печатями». До встречи на телеканале «Тверской проспект. Регион». С вами были Кристина Пугачёва и Артём Громов. Тема нашей следующей передачи – «Экстрим». Что это? Просто опасное увлечение, стремление показать себя или болезненная зависимость от острых ощущений? Что толкает молодых людей прыгать на верёвке с моста или без страховки покорять горы? Об этом поговорим в студии ток-шоу «За семью печатями». Вам есть что рассказать? Приходите к нам или станьте героем нашей программы. Звоните по телефону редакции 341 341.